Итоги работы обсуждали и в Новочебоксарске. Перед городом открылись неплохие перспективы. Толчок в развитии экономики города-спутника был дан 6 лет назад. После включения в программу поддержки моногородов удалось создать инфраструктуру для предприятий. Приоритеты перед местными властями расставил глава республики. Подробности в следующем репортаже. Последние годы для Новочебоксарска эксперты называют не иначе, как прорывными. Удалось решить острейшую проблему муниципалитета. Заметно сократился уровень безработицы. За последнее время в городе были реализованы масштабные инвестиционные проекты. А в перспективе будет открыто еще два новых завода. Спрос на рабочие руки растет. В муниципальном центре занятости более полутора тысяч вакансий. Индекс промышленного производства составил 124% в соответствующем периоде 2015 года. Отгружено товар собственного производства на 12 миллиардов рублей. Доля Новочебоксарска в общем объеме отгруженной продукции Чуваши – это порядка 15%. В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров и работ услуг составил 8 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в первом полугодии 2015 года. Еще одна позитивная цифра. Население города увеличилось на 2000 человек. Наметилась позитивная динамика рождаемости. Естественный прирост населения за 6 месяцев составил 200 человек. Показатель рождаемости составил 14 человек в расчете на 1000 человек населения. На расширенном совещании с активом города обсудили и насущные проблемы. В городе увеличились долги за аренду муниципального имущества. Предприниматели обязаны заплатить более 30 миллионов рублей. Это огромные финансовые средства, которые не поступили. По той информации, которую мне дают, соответственно, и вы подтверждаете, примерно половину суммы вообще не вернем, да, практически? Да, к сожалению. Мы потеряли, соответственно, фирмы вывели по сервис схемам. Оставшуюся часть вы взыскиваете, работу проводите, потому что взыскательный такой жесткий разговор должен быть. Был определенный провал в работе. И были объективные причины, которые не позволяли это решить. Видите, поздно взялись, к сожалению. В дальнейшем такого не будет. Задача управления имуществом – мониторить постоянно ситуацию и по налогам, и по поступлениям, по всем. Недобросовестных бизнесменов глава республики потребовал внести в черный список. Нужно тоже показывать публично, открыто, что за фирмы, кто является учредителем, бенефициаром этого юрлица, или кто там в лице предпринимателя, фамилия МИО, все граждане России. Я полагаю, они не какие-то там американцы, они свои же или пришли откуда-то. И те, которые имеют долги, в какие сроки, четкие должны быть графики. И люди должны это смотреть. Власти города держат на контроле нашумевшую ситуацию со строительной компанией «Роспан». Глава администрации отмечает, что жилые дома будут возведены в любом случае. Я уверенно отвечаю, что квартиры в «Роспане» будут. А вот люди, если захотят быть обманутыми дочками, значит, они, наверное, будут. 173 квартиры заселены, остальные товарищи занимаются бизнесом. Бизнес следующего характера. Я не буду вселяться в квартиру, пока мне не заплатят деньги. Будем, давайте, встречаться. И я приглашаю даже на совещание, где участвуют и прокурор, и министр МВД. Местные власти взяли прямой курс на благоустройство города. В ближайшие годы будет проведена в порядок верхняя набережная Новочебоксарска. Первый этап – строительство тротуара для пешеходов. В перспективе здесь намерены установить ротонды, парапет, скамейки и фонарные столбы. Недавно на городской набережной установили символический камень дальнейшего благоустройства. Завершить эту работу намерено через два года. Андрей Ковалев, Андрей Спиридонов и Расиль Мухаммедов. Республика.